Всем привет уважаемые подписчики моего канала, с вами снова Солид и вы смотрите обзор на игру Next Day Survival от наших российских разработчиков. За что им кстати отдельное спасибо, потому что они воссоздали в игре именно наш русский пейзаж. На данный момент игра сыровата и разработчики как могут вас об этом предупреждают. Но тем не менее, никто не мешает посмотреть ее на данном этапе разработки, все ссылочки будут в описании. Итак, основные особенности игры по заявлению самих разработчиков. Во-первых, доступно несколько режимов, это одиночный, ПВЕ и последний выживший. Большой открытый мир, взаимодействие и перестрелки с ботами, система фракций и репутация персонажа, система навыков, разнообразный транспорт, сюжетные квесты связанные с фракциями, большой выбор холодного и огнестрельного оружия, крафтинг, взаимодействие с окружающим миром и добыча необходимых ресурсов. И, конечно, детально проработанная система управления здоровьем персонажа. Теперь обо всем более подробно. Начнем, как всегда, с графики. Красота-то какая! Лепота! Особой красотой она тут не блещет. А если напомнить вам, что на дворе уже 2017 год, то и вовсе становится не по себе. Хотя, если бы это была бы стратегия, то прокатило бы. Что конкретно из графики мне не понравилось, это мыльные текстурки, малополигональные деревья и под большим вопросом симпатичность и реалистичность освещения. Но не в графике дело ответит любители атмосферных игр и будут правы. Но все равно, лично я ожидал большего, так как скриншоты были весьма симпатичными. Насчет открытого мира. Сейчас локация представляет из себя осеннюю карту с лесами, болотами, заводами, железной дорогой и многочисленными населенными пунктами. По словам разработчиков, увеличение и доработка карты входит в их планы. По сравнению с тем же DayZ, карта, конечно, маловато. Настоящий козырь игры это разнообразие предметов. Их тут куча. Каждый раз я удивлялся, находя что-то новое. Если вы любите что-то поискать, то вам понравится. Пищи, медикаменты, инструменты для крафта, оружие, боеприпасы, различные устройства, расходники, одежды, рюкзаки. Все это и многое другое можно найти в этом сложном для выживания мире. Кстати, по поводу оружия. Оно тут делится на два типа. Это холодное и огнестрельное. Точное их количество сказать не могу, но точно знаю, что его навалом. И скорее всего будут добавляться новые пушки. Также можно создать и самодельное оружие. Например, если соединить трубку, изоленту, доску и, внимание, шпингалет, то можно смастерить неплохой самопал, который в трудную минуту спасет вам жизнь. Холодное оружие также разнообразно. Топоры, ножи, гаечные ключи, молотки, трубы, серпы, лопаты. В общем, все, чем как-то можно поразить цель, в игре есть. Даже можно скрафтить свое неповторимое. Самое главное, это изолента. Ну и, наконец, пришло время поиграть. Создаем своего персонажа. Кстати, редактор здесь достаточно скудный. Но, думаю, в будущем это исправимо. И жмем начать игру. Очутились мы с вами возле заброшенной военной части. В отличие от других выживалок, здесь есть боты, с которыми можно и нужно взаимодействовать. Напоминает чем-то сталкер. Подходите к боту, берете задание, выполняете. И все это в онлайн-режиме. Да-да-да. Ой, все, иди нахуй. Разговор окончен. При выполнении квеста, естественно, вас поджидают опасности. И это не зомби. Нет. Зомбачей, мутантов и других несуществующих тварей здесь на данный момент вообще нет. И это хорошо, потому что все остальные похожие игры именно про это. Здесь вас может разорвать медведь или волк. А также могут всадить пулю в голову, причем ни за что. Поэтому нужно действовать осторожно и лучше вместе с друзьями. Пару слов об искусственном интеллекте животных. Думаю, и так все понятно. А кто не понял, скажу, что он, мягко говоря, примитивен. Анимации, к сожалению, топорные. Но при всем при этом у них хватит мозгов забежать вместе с вами в дом. После выполнения нескольких квестов у вас в руках уже будет АКМ. И вы пойдете изучать здешний мир. Ваш персонаж может заболеть, отравиться и сдохнуть. Поэтому следите за тем, чтобы он не замерз. А если слишком низкая температура, то разожгите костер. Делается это очень просто. Необходимо лишь сорвать и веток с любого куста. И в любых развалинах найти кирпичи. На мой взгляд, костер можно развести вообще-то и без кирпичей. Но разработчикам видней. Костер дает сразу несколько плюсов. Во-первых, он освещает местность вокруг вас ночью. Но это палка о двух концах. Потому что вас так же издалека ночью видно. Во-вторых, он греет. И в-третьих, на нем можно что-нибудь приготовить. Но на данный момент почему-то взаимодействие с костром у меня не сработало. Мужик, ты ствол-то убери. С ним базары не выйдет. Да-да-да. Ой, все, иди нахуй. Разговор окончат. У вас в голове может возникнуть вопрос. А что здесь, собственно, произошло? Какая предыстория? Действие игры происходит в вымышленном постсоветском государстве. Большая часть территории заражена токсичным туманом. Токсичный туман – это искусственно созданная аномалия, изначально предназначенная для дезинфекции промышленных и сельскохозяйственных областей от вредителей. В результате аварии во время изготовления свыше 50 тонн неочищенного вещества попали в атмосферу. По поводу стрельбы. Автомат функционирует, в принципе, достойно. Хорошая анимация перезарядки, работает затворная рама и можно менять режимы огня. Звук в помещении отличается от звука на улице. На объектах появляются следы от попадания. Правда, на большую дистанцию, а она здесь начинается от 100 метров и дальше, вы с него вряд ли попадете. Для этого есть снайперская винтовка. Как он так делает? Друзья, пока что все. Я буду следить за разработкой и обновлениями данной выживалки. Надеюсь, обзор вам понравился. Не забывайте про комментарии и про пальцы вверх, ну или вниз. В принципе, рекомендую. Игра недорогая и ненапряжная. Всем удачи, всем пока.